Георгий Николаевич, добро пожаловать в Австрию. Вчера вы прибыли. Хотелось бы в первую очередь узнать о цели вашего визита. Понятно, что интересуетесь командой, не оставляете ее в такой ответственный момент. И в целом расскажите, пожалуйста, о том, что вы увидели. Удовлетворило вас? Уже я знаю, что вы ознакомились с тренировочным процессом, посетив сегодняшнюю утреннюю тренировку. Цель визита – ознакомиться с условиями, которые здесь нам предоставили. Хочу познакомиться тоже с тренировочным процессом, состоянием команды по отдельному и целостному. Впервые хотел бы поблагодарить нашим хозяевам, нашим организаторам за предоставленные нами условия. Здесь все на очень высоком уровне. Не секрет, что для команды уровня Интера должны быть условия уровня Интера. Так что, чем лучше команда, тем лучше должны быть и условия. Так что, в принципе, я думаю, ну, конечно, некоторые небольшие замечания наши организаторы и хозяева стараются улучшить здесь условия прибивания. Так что, в этом смысле, я могу сказать, что я лично доволен. Во-вторых, то, что я увидел во время сегодняшнего нашего сеанса, да, тренировочного сеанса, так, настроение отличное. Думаю, что и цели, которые главный тренер поставил перед командой, они, скажем так, поставлены и они решаются. И мое желание, я вижу, что и вообще процесс идет так, что подвести вся команда в самом хорошем состоянии уже во временах наших первых Евроигров. В межсезонье команда покинула несколько футболистов, но тут же оперативно Интера сработал и на их место, то есть конкретно на их позиции пришли другие новые футболисты. Также ожидается прибытие одного форварда. В целом, о трансферных именно делах расскажите, пожалуйста. Прошлогодные наши неудачи. Хорошо, что нас научили, да, то есть человек учится своим ошибками. И я очень доволен, что в этом отношении, в этом году у нас было мало сотрясений. Ну, конечно, это немножко совсем по-другому было в этом году. В прошлом нас покинуло почти полкоманды в этом году. Костяк сохранился. Сохранился основной, да, скажем так, да, скелет, даже не косяк, а в общем основной команда сохранилась. И с несколькими точечными приобретениями уже вопрос почти решен. Да, немножко действительно меня беспокоит факт, что пока еще не решен вопрос с нападающим. Ну, если так дальше пойдет, даже нам лучше пойти в первых раундах именно в этом состоянии. Таково мне мое личное мнение, нежели делать ошибки, скажем так, в спешке. Вернемся к вопросу форварда. Вот все мы знаем историю с Омаром Касока, с этим футболистом уже велись переговоры. Но в конце все сорвалось. Скажите, пожалуйста, расскажите, пожалуйста, в чем именно было дело и почему именно так произошло? Вы знаете, я даже не знаю, в чем дело. С нами связывались его агентство, с которым он работает. Мы предложили свои условия. Это было еще, если не ошибаюсь, где-то к концу апреля месяца. Мы предложили свои первоначальные условия, с которыми они не согласились. Потом они свои условия выставили. Я так посчитал, посмотрел. Они попадали в наших финансовых рамок и согласился. То есть, безусловно, мы дали свое добро. Я сообщил главному тренеру, тренерскому штабу, что руководство клуба и с точки зрения финансов вопрос решен. Он ожидался прийти где-то к концу турецких сборов. Так и не появился. Потом, честно говоря, у меня уже терпение закончилось. Я посоветовал главного тренера, что если до этих австрийских сборов он не появится, лучше не рассчитывать больше на этого игрока. Потому что я видел, что что-то неправильно, что-то не точно. И вдруг увидел в болгарских сайтах сообщение, что он уже заключил контракт с болгарским Литексом. И практически на этого закончилась вся Одиссея, вся история. Для меня проблем нет. Он выбрал свой путь. Скажем, если так и со своим новым клубом в дальнейшем будет поступать, тогда скатерть ему дорога. И я бы пожелал новым работодателям этого футболиста быть с ним осторожным. Я знаю, может быть и лучше, что он не перешел. Нет худа без добра. Еще раз говорю, дай бог ему здоровья. И дай бог, что там раскрылся. Мы знаем, что на пути к Лиге Европы очень важны сборы. И также очень важны контрольные матчи, которые команда проведет. Что в первую очередь Интер должен показать в этих играх, чтобы как можно лучше подойти? Слишком профессиональный вопрос, что должен показать. Ну, во-первых, должен показать хорошую физическую кондицию. То, что они накопляли последних двух недель. Потом, наверное, должен показать хорошую синхронизацию между всех линий и между всех фаз обороны и атакой. Испробовать, наверное, возможности игроков то, что на сегодняшний день мы успели уже наработать как возможности. Наверное, вот это, да. Я думаю, что это будут типа учебные игры. Я не думаю, что завтрашние, послезавтрашние спарринги мы должны показать все, что мы умеем. То, что мы умеем, должны показать 3 июля. Заговарив о 3 июле, надо сказать, что уже не за горами жеребьевка 23 числа в швейцарском Ленионе. Я знаю, что вы знаете всех соперников. Кого бы вы хотели видеть? Кого бы вы хотел? Если в шутке, я бы захотел Сантуса. Но не бразильский Сантус, а эстонский Сантус. Или, может быть, даже гибралтарский Калидж, да? Но поскольку у нас судьба всегда с нами плохие шутки делает, я думаю, что нам попадется самый сложный соперник. Ну, как вам сказать, кто бы ни был, должны подойти с необходимым уважением, с необходимой сосредоточенностью, с необходимой концентрацией, чтобы в конце концов результат первого раунда был положительным. А если так, скажем, всерьез, ну, давайте, скажем, у нас хороший опыт за прибалтийскими командами. Так что с нашими друзьями из Прибалтики можем сразиться в первом раунде. С тем же Сантусом, к примеру. С тем же Сантосом. Да, но именно руководство клуба в вашем лице, какую цель, какую задачу поставил перед командой для этого турнира континентального? Это уже серьезный вопрос. Это уже серьезный вопрос, как бы я ответил. Значит, каждый год, каждый, скажем так, да, цикл мы зарекаемся, что, мол, вот-вот-вот мы дойдем до групповой фазы, и обычно что-то всегда нам мешает. Я бы предпочел сказать так, да. Мы будем играть для каждого матча, мы будем играть для каждого раунда, будем делать то, что надо, и пусть будет, что будет. Ну, в этом году участие в Еврокубках будет для нас более ответственным еще из-за одного факта. Этот факт родной стадион Шафа, на котором мы впервые, насколько я знаю, в истории современного интера будем проводить матчи Лиги Европы. На ваш взгляд, этот фактор поможет нашей команде в предстоящих играх, и вообще в целом родные стены, родная арена. Так у меня на родине говорят, дома стены помогают. Вы помните, наверное, что мы с вами вдвоем все рекомендации, требования АФА и УФА осмотрели. Мы с вами совместно решали все вопросы по, скажем так, об устройстве стадиона. Я надеюсь, что в новом сезоне уже это будет интер-арена. И я думаю, что мы, не думая, а уверен, что мы полностью отвечаем на всех требованиях Международной Европейской Футболной Федерации. Нет причины, что там не проводились наши игры, и это будет очень сильный фактор. Поскольку наши ребята привыкнули, знают каждый миллиметр этого поля, вся инфраструктура им знакома, я думаю, что на этом стадионе получатся хорошие футбольные игры. Хорошо, Георгий, спасибо вам большое, что вы делали на время для интервью. Желаем вам успехов и команде успехов. Ну, я тоже считаю, что надо, во-первых, пожелать успеха, надо пожелать удачи, надо пожелать хорошей игры, надо пожелать то, что стали симпатичны всем. Спасибо, Георгий, спасибо.